Церковь Святого Вистона в Рептон, Англия. В этой церкви со мной произошли мистические события, которые вы видите в дальнейшем. Аббатство Рептон было англо-саксонским, бенедиктинским аббатством Дербшери, Англия, основанное примерно в 600 году н.э. Аббатство было двойным монастырем, общиной монахов и монахинь. Аббатство известно своими связями с различными святыми и членами королевской семьи Мерсии. Двое из 37 королей Мерсии были похоронены в склепе аббатства. Аббатство было заброшено в 873 году, когда Рептон был захвачен в торгшейся великой языческой армии. Примерно в начале V века, после ухода Римской империи, на остров начали прибывать германские племена. Англы, саксы, юты и фризы. И примерно в это же время из Ирландии начали прибывать первые христиане. Наибольшее расширение королевства Мерсии было в течение VIII века. Вообще-то Мерсия, это примерно переводится как «приграничная земля», потому что она ограничила Суэльсом. Впоследствии там был построен Мерсийцами вал, который разделял их королевство от Уэльса. Мне было интересно посетить склеп, крипту, так как в прошлый раз, когда я был тут два года назад, он был закрыт. Склеп был построен в начале VIII века. Он был построен над источником и, как полагают, первоначально был баптистерием. Он был превращен в мавзолей короля Мерсии Этельбальда при его жизни. Король Виглов и его внук, святой Викстон, в честь которого названа более поздняя церковь, также были похоронены в склепе. Считается, что царские тела были сначала закопаны в землю для разложения, прежде чем их кости были захоронены в склепе. После погребения святого Викстона склеп стал местом паломничества. Однако после вторжения датчан или же викингов, тело святого Викстона было вывезено вместе с бегущими монахами. Позже он был возвращен, но король Кнут снова удалил останки святого Викстона в X веке. Их перезахоронили в аббатстве Ившем в Устершире. Да, вот смотри, вот это, скорее всего, остатки еще от Саксонской церкви. Вот эти вот кирпичи и вот эти вот колонны. Как и о многих мерсийцах того периода, о Викстоне известно очень мало. Он был сыном Вигмунда и Эльфреды. Язык сломаешь, когда произносишь эти саксонские имена. Потомков королей Мерсии Виглофа и Коль Вульфа I. Соответственно, Вигмунд, согласно саксонским хроникам, умер от дизентерии раньше своего отца Виглофа, сделав Викстона наследником королевства Мерсия. Однако, когда Виглоф умер в 839 году, Вигстон отказался от королевского сана, предпочтя вместо этого религиозную жизнь и монашеские ордена. Вместо этого королем стал Бёрд Вульф. Возможно, двоюродный дед Вигстона Уильям Малпсери утверждает, что сын Бёрд Вульфа, Бёрд Фрид, хотел жениться на вдовевшей матери Вигстона, Эльфред, но Вигстон запретил союз, поскольку они были слишком близко связаны. В качестве мести Бёрд Фрид отправился навестить молодого короля якобы с миром, но когда они поприветствовали друг друга, он ударил Вигстона по голове древком своего кинжала, и его слуга пронзил его своим мечом. Бёрд Фрид, сын Бёрд Вульфа, короля Мерсии, несправедливо казнил своего двоюродного брата, святого Вигстона, в июньские календы, то есть это 1 июня, накануне Пятидесятницы. Он был внуком двух королей Мерсии, его отец Вигмунд был сыном короля Виглофа, а его мать Эльфред – дочь короля Коэльвульфа. Его труп был перенесён в знаменитый в те времена монастырь под названием Рептон и похоронен в могиле его деда, короля Виглофа. Не было недостатка в чудесах с неба, свидетельствующих о его моченической смерти, ибо столб света вознёсся к небу от места, где был убит невинный святой и оставался видимым для жителей этого места в течение 30 дней. О, Боже мой! Ну что же, спустимся в эту крипту, или склепт. Света нету нифига, лампочка не горит, темнота полная. И тут мой стабилизатор начал вести себя неизвестно как. Он стал дрожать и вырваться из рук. Я не понял, что это было до конца. Я потом ещё раз приехал сюда, уже с товарищем. Но произошло практически то же самое, только в меньших размерах. Света нету нифига. Н de furious свое тело Ни фит vegetable Ни фит Ни фит Ни фит Угнивodzi Свет Продолжение следует... 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 Он дал даты с разбросом в несколько столетий Археологи заключили, что в погребениях Рептона находятся кости разных исторических эпох А не только конца 9 века Недавно специалисты СНУМа взяли образцы костей и отправили их на новый радиоуглеродный анализ Результаты оказались интересными К концу 9 века относятся кости всех погребенных А значит, они все-таки связаны с великой армией После завоевания Рептона данными Столицу Мерсии пришлось перенести в город Тамфорс Многие по ошибке полагают, что изначально столица королевства Мерсии была Тамфорс Но это не так Изначально столица до завоевания викингами Была, так сказать, маленький городок Рептон Который сейчас небольшой Кстати, сегодняшний Блутуск Это изобретение норвежцев Они назвали его именем одного викинга своего, у которого были черные зубы Его называли то ли прям Блутуск, в общем, черные зубы Ну и также в обозначении использовали его руну Блутуск, в общем, черные зубы 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...